Психологи утверждают, что восприятие человека самим собой разительно отличается от восприятия его со стороны. Мы не можем полноценно оценить все свои качества, потому что постоянно находимся сами собой. Тогда как человек со стороны, наблюдая за нами, даже изредка подмечает порой очень важные вещи, о которых мы даже не догадывались. Сегодня с помощью теста мы узнаем о своей личности и тайнах подсознания. Быстро посмотрите на набор букв, какое слово вы увидели первым. Если первым вы увидели слово миндаль, то у вас очень сложный характер. Сама оценка завышена, из-за чего вам сложно найти собеседника даже на работе. Вас постоянно ущемляют, обделяя вниманием. Да, честно признаться, вы и сами не желаете быть наравне с коллективом. Однако очень убежаетесь, когда вас не приглашают на корпоративы. Вы слишком горды, чтобы показывать всем свою обиду и закрываетесь от всех слов на ракушка. Первым вы увидели слово любовь, вы любите решать проблемы не только свои, но и чужие. Вы участвуете в каждой переделке. Любите пожалеть всех, но вот нужных слов часто не находите. Кроме того, вы не думая о последствиях, берете всю ответственность на себя. А потом не спите ночами, думая, успеете ли вы выполнить взятую работу. Вы боитесь в чем-то не успеть, вы спешите жить. Этот страх говорит вас. Вы видите сны, где подсознание вам дает подсказки, но вы не можете их понять. Если первое слово, которое вы увидели, это чай, то ваша личность обманчива. Сначала может показаться, что вы тихоня, но узнав вас получше, можно легко понять, что наглость это ваше второе счастье. Вы сильный и гениальный, умеете находить выходы из любых ситуаций. Даже если вы молча сидите в сторонке, ваше присутствие ощущается, но вы вполне хорошо воспитаны и каким бы ни казались, никогда не причините окружающим вас людям боль. Если первым вы увидели слово смех, то вы недооцениваете себя и постоянно находитесь в напряжении. Это возникает от того, что вы сами с собой не в ладах. Окружающие видят вас хорошего человека, но вам кажется иначе. Вы эмоционально привязаны к людям и их чувствам к вам. Вы уверены, что должны всем угождать, только таким образом вы сможете понравиться людям. Первым вы увидели слово котенок. На первый взгляд про вас можно сказать, что вы невинны и безобидны, но подсознание все время говорит вам о том, что вам не хватает внимания. Вы хотите, чтобы вам доверяли и вами интересовались все вокруг. Это может внешне никак не проявляться. Завышенная самооценка, гордость за себя порой переходит все пределы. Ваша репутация не должна никоим образом быть запятнана, но вы обязательно должны выделяться из толпы. Если первым вы увидели слово кофе, то вы держите все в себе. Внутренняя нервозность не позволяет вам расслабиться. Рамки, которые вы сами для себя установили, это всего лишь иллюзия. Ваше напряжение иногда хочет вырваться наружу, но вы выбираете для этого некорректные способы. Вы можете спровоцировать человека, а затем накричать на него, а это называется вампиризмом. Подумайте на досуге, как вы можете разгрузить себя эмоционально без вреда для окружающих. А какое слово первым увидели вы и совпал ли результат с тем, что есть на самом деле? Обязательно напишите об этом в комментариях, мне будет интересно узнать. Ну а у меня все на сегодня, желаю всем отличного настроения. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!